24-й открытый творческий фестиваль «Живи и пой» в 2022 году – это более 200 коллективов художественной самодеятельности. Профессиональное жюри выбирало претендентов почти неделю. Участником может стать практически любой. Заявки есть и от производственных предприятий, и от учебных заведений, и лично от каждого. То есть как солист можно реализоваться, как солистка, можно как самодеятельный коллектив. По результатам отборочной работы лауреатами фестиваля стали более 80 солистов и коллективов из 57 организаций и учреждений Брянской области, а также из города Орла. Победители собрали на сцене областной филармонии. Итоговый фестивальный концерт открыла новая песня Сергея Матвеева и поэта Игоря Ильина «За нами Россия». Задача стояла в поднятии боевого оружия. Итогового духа тех ребят, которые в окопах, чтобы каждый из них мог спокойно взять гитару и, что называется, для души в темпе строевого шага наиграть эти простые аккорды и простые слова напеть. Творческое задание 24-го открытого фестиваля самодеятельных коллективов проходило по четырем номинациям. Оценивались вокальные данные, оригинальный жанр, театральное искусство и, конечно, хореография. Уровень участников очень хороший, из года в год растет профессионализм. Это радует. Хотя фестиваль самодеятельный, но в профессиональных фестивалях отбираются участники по более строгим критериям. Мы подходим к отбору участников и к оценкам в более щадящем таком творческом режиме. Но и, как сказано, в щадящем режиме жюри удалось найти действительно ярких и талантливых исполнителей. Среди них пограничник Константин Чевыкин с сольной композицией «Зеленый цвет твоих любимых глаз». Зеленый цвет твоих любимых глаз Мне в бою жизнь спас В зеленой роще убивали нас Но стояла Русь Алексей Исипенко, Александр Жучков, События Брянск